В КФУ выступила профессор МГУ Наталья Зубаревич. Торжественный юбилей Розы Валеевой. Играть или не играть, вот в чем вопрос. Всем привет, в эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. В Казанском федеральном университете с лекцией региона России в новых экономических условиях выступила профессор кафедры экономической и социальной географии России Географического факультета Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, директор региональной программы «Социальный атлас российских регионов» Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. О том, как прошла лекция, расскажем в следующем сюжете. Казанский федеральный университет принял в своих стенах одного из самых известных специалистов страны в области социально-экономического развития регионов – социальной и политической географии Наталья Зубаревич. В своей лекции она подняла важные вопросы экономики Татарстана в новых экономических условиях и кратко ее охарактеризовала. Когда вы продвинутый, а Татарстан продвинутый, когда вы включены в глобальную экономику, а Татарстан включен, то при резкой смене курса и ветра в принципе по вам должно стукнуть больнее. Кто высунулся повыше, на того кирпич падает сильнее. Продержались, справились. Могу сказать, что… Ну, понятно, что небольшой спад в 2023 году от нефти у добывающих отраслей, но потому что российское правительство просто сократило квоты на экспорт, не уменьшились. В обработке рост не такой там грандиозный, скажем, как у областей с большой долей специализации из трех букв, называется ВПК. Но поскольку у Татарстана разнообразная обрабатывающая промышленность, ну, знаете, взлетов по всем фронтам не бывает, кто-то просто пытался адаптироваться в эти сильно изменившихся условия. Говоря о перспективах Татарстана, доктор географических наук отметила, что экономический рост замедлится. В качестве главной проблемы она назвала нехватку рабочей силы, что характерно для всех регионов страны. По словам Натальи Зубаревич, эта проблема будет со временем усугубляться. В Татарстане активно развивается сфера индустрии, поэтому будет ощущаться острый дефицит квалифицированных кадров ввиду демографической ямы. Поколение, рожденное в конце 90-х, в начале 2000-х годов, очень малочисленное. Именно эти люди сейчас выходят на рынок труда. Татарстан тут ни в чем не виноват. Даже могу сказать, что у вас ситуация малость полегче, чем в Центральной России. У вас еще село не обезлюдило. У вас село рабочее, более молодое. Его ресурсы, конечно, будут перетягиваться, города активнее, что сложно, потому что у вас агросектор хороший. И если его обезлюдить, если ускориться на хорошие-то зарплаты, ныне они же выросли все, приток из села в город, ну, будет сложнее как бы пополнять трудовыми ресурсами агросектор. Наталья Зубаревич отметила, что сейчас на рынке труда выигрывает молодежь, так как ее мало. И работодатели, особенно частный бизнес, за нее будут бороться. В ходе выступления она также сказала, что лучшая динамика доходов по стране в Переволожском федеральном округе. И что для Татарстана проблема бедности не является острой. Карина Саяхова, Елизавета Газизянова, Кристина Отекина, Николай Суховский. Универновости. Роза Валеева подготовила 59 докторов и кандидатов в педагогических наук. Среди ее выпускников министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиулин и другие выдающиеся люди Республики и страны в целом. Сегодня, 19 января, Роза Алексеевна отметила свой юбилей. 70 лет и 50 из них она целиком и полностью посвятила Казанскому федеральному университету. О том, как прошло торжественное мероприятие, узнаете в нашем сюжете. Казанский университет издавна славится выдающимися людьми. 19 января отпраздновал свой 70-летний юбилей доктора педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики Института психологии и образования Казанского федерального университета Роза Валеева. Служению нашему вузу она посвятила более 50 лет и за все это время внесла внушительный вклад в его развитие. Торжественное мероприятие прошло в актовом зале Института психологии и образования. Мероприятие провели директоры Института Айдар Калимуллин и Венера Закирова, заведующие кафедрой начального образования. Помимо других, с поздравлением выступил президент Казанского федерального университета Рияс Мензарипов. Мы все собрались здесь и очень здорово, что собрались по такому очень великолепному поводу, по юбилею нашей коллеги, которую мы любим и уважаем Роза Алексеевна Валеева. Роза Алексеевна студентка, с которой я учился в университете, то есть в те годы она, когда вот она училась, я училась в университете. Потом пришлось встретиться в университете, когда педагогенститут вошел в состав нашего федерального университета. И теперь она в 45 лет уже в Казанском федеральном университете. Роза Валеева родилась в селе Кутлу-Букаш Рыбно-Слободского района в семье служащих. Всю жизнь пример родителей простых тружеников остается для нее символом постоянного трудолюбия, целеустремленности, уважения к старшим, любви к своей отчизне. С детства самой большой ее мечтой было стать учителем. В старших классах девушка определилась со специальностью и решила поступить на факультет иностранных языков Казанского государственного педагогического института. Однако в последние два года в школе не преподавался английский язык. Роза Валеева не могла допустить, чтобы рядом с названием любимого предмета стояла безликая «не изучала». Продолжала самостоятельно заниматься по учебникам старших классов и успешно сдала выпускной экзамен. А затем и единственный вступительный экзамен на «отлично». Сегодня мы отмечаем замечательное событие. Сегодня у нас большой праздник, юбилей нашей самой-самой дорогой, любимой Розы Алексеевны Валеевой. Сегодня ей исполняется 70 лет. И в этом зале сегодня собрались ее выпускники, ее ученики, ее студенты, коллеги. То есть очень-очень много людей, кто хочет ее сегодня поздравить с этим замечательным событием. Преподавательская деятельность Розы Валеевой насыщена настолько, что актовый зал Института психологии и образования был заполнен гостями, выпускниками, именинницей. И все они с теплом вспоминают студенческие годы. Начну я, пожалуй, с тезисов своей диссертации, которая называется «Моделирование развивающего воспитательного пространства факультета». На самом деле все, что мы делали вместе, мне кажется, мы дружили, мы получали профессию, мы занимались творчеством. И вот я думаю, что все здесь присоединятся, что эти годы сотворчества с Розой Алексеевной – это вообще самые счастливые годы в нашей жизни. Так? Да! На данный момент послужной список Розы Валеевой впечатлит любого. Она является председателем диссертационного совета Казанского федерального университета, главным редактором журнала «Образование и саморазвитие», который вошел в первую категорию перечня рецензируемых научных изданий в высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования России. А количество ее научных работ давно превысило трехзначное число. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Молодое поколение видеоигры сегодня идут рука об руку. По статистике, около 90% людей играют хотя бы один час в день. Гейминг заменяет людям книги, прогулки и даже иногда друзей. Это другая сторона реальности, в которой каждый из нас способен построить свой мир, каким бы необычным он ни был. Но не всегда такое увлечение имеет положительный исход. Некоторые игроки настолько погружены в игровой процесс, что забывают делать даже самые бытовые вещи. О том, как видеоигры влияют на психологическое и физическое здоровье человека, и так ли вредят нам компьютерные игры, как об этом говорят наши родители, узнаете в следующем сюжете. Это игры, но это очень важные сферы деятельности. Сразу по нескольким составляющим. Во-первых, это интересно. Во-вторых, этим увлекается, дай бог памяти, ну, примерно 60% граждан страны Российской Федерации свыше, по-моему, 18 лет или свыше 16 лет. Сегодня гейминг и киберспорт в той или иной мере касаются большого количества людей. Пока одни из них играют, другие становятся фанатами блогинга и стриминга. По данным в ЦИОМ, видеоигры пользуются спросом от 23% россиян, 20 из которых играют ежедневно. Занятие может служить своеобразным хобби, способом социализации, методом снятия стресса и даже возможностью заработка. Какой-то популярный миф о том, что компьютерные игры, они там на всех людей тотально зомбируют или куда-то затягивают, или приводят к увеличению агрессии, гнева и все прочее, все-таки нельзя утверждать однозначно, что это есть, скорее, это миф. Очень по-разному, в зависимости от ситуации, в зависимости от возраста, в зависимости от каких-то других сопутствующих проблем. Например, масштабное исследование было посвящено изучению связи агрессивности и игр в компьютерные, в том числе шутеры. Есть такой жанр, где там в основном стреляют, и стратегии сравнивались между собой люди молодые. И большой разницы, честно говоря, не было. То есть и шутеры, и стратегии, и самое главное, что они никак не коррелировали с уровнем агрессии. То есть вот какой уровень агрессии был до компьютерных игр, просто как личностные черты, вот примерно такие же они в целом и оставались. На данный момент эксперты не имеют однозначного мнения по поводу влияния этого развлечения на человека. Есть ряд факторов, которые стоит учитывать. С какой целью человек играет? Его эмоциональную и психологическую восприимчивость, уровень самоконтроля и характер игры. Можно выделить такие жанры, как экшен, ролевые, головоломки, квесты, симуляторы и стратегии. И пока одни из них развивают память, быстрое мышление, точность и способность к решению проблем. Другие могут рассеивать внимание и вызывать чрезмерную агрессию и зависимость. При избыточном погружении в компьютерные игры и в компьютерную реальность может формироваться зависимость, когда человек полностью драчивает контакты с окружающим миром, не выполняет какие-то свои обычные рутинные обязательства, не ходит в школу, на работу, не учится и так далее. И тогда можно говорить о том, что формируется поведенческий тереотип зависимый, и тогда это уже становится проблемой для психотерапевтов. Считается, что погружение в жестокие видеоигры вызывает снижение чувствительности к насилию у игроков. У них чаще всего возникают фантазии, связанные с агрессией. Они больше склонны к агрессивному поведению. Но последствия для нервно-психического здоровья детей могут быть гораздо тяжелее, чем у взрослых. Напряжение и волнение, в которых находится ребенок, играющий, например, в стрелялку. Неожиданные повороты сюжета и сильные возбуждения не во всех случаях исчезают бесследно и могут проявляться в неожиданных для родителей изменениях поведения. Вопрос еще содержания игр. То есть, например, играет ребенок в шахматы с компьютером, и родители скажут, что он молодец. А вот играет он какую-нибудь стратежку, он не молодец. Ну, наверное, тоже есть какие-то двойные стандарты, что какие-то игры считаются правильными и хорошими, а какие-то нет. Кроме того, нужно сказать, что для многих компьютерные игры становятся и будущей профессией, и качество игр, и требования к играм тоже очень сильно растут. То есть, это возможность выбрать для себя такую профессию на всю жизнь, то есть и разрабатывать игры, и рисовать игры, и придумывать сюжеты. Стоит учитывать и положительное влияние видеоигр. Во-первых, они способны развивать когнитивные навыки и умственные способности, особенно стратегические игры и головоломки, требующие от игрока аналитического и логического мышления, способности к быстрому принятию решений и креативности. Во-вторых, игры могут быть идеальным инструментом для взаимодействия и коммуникации, так как некоторые испытывают страх общения в жизни. Но, зайдя в виртуальный мир, они раскрываются, выражая свои чувства и эмоции, и находят друзей. При наличии симптомов тревоги или депрессии, компьютерные игры могут помогать человеку, их в некоторой степени снижать. То есть, они могут действительно приносить для некоторых людей удовольствие. И это такой способ бороться со стрессом, или просто рекреация, способ расслабления. Для некоторых молодых людей, у которых есть трудности с социальным контактом, социальным взаимодействием, общение в компьютерной среде, когда они совместно играют в крутую игру, это является очень значимой и важной частью жизни. Если, например, друзей не получается по тем или иным причинам найти в реальном мире, то через виртуальное пространство друзей получается обнаруживать, и это тоже снижает и уровень тревоги, повышает качество жизни таких людей. Можно было бы, конечно, говорить о том, что хорошо бы, чтобы все было в реальном мире, что все друзья должны быть там, но не для всех людей это, по-видимому, возможно. Также видеоигры могут использоваться для реабилитации и физической терапии пациентов, помогая восстанавливать двигательные функции, улучшая координацию и баланс, и мотивируя пациентов для активного участия в процессе восстановления. Они нередко применяются и в психотерапии. Игры могут быть использованы для психологического лечения и тренировки пациентов. Такая терапия помогает в управлении стрессом, тревожностью и депрессией. Компьютерные игры могут использоваться и как средство лечения, помощи. То есть некоторые игры, например, используются при помощи людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. И сама методология компьютерной игры, она является частью лечебного процесса. Есть игры, которые помогают людям с рассудством антистического спектра, есть игры, которые помогают людям с тревогой или депрессией. То есть специально, конечно, созданные лечебные программы. Поэтому однозначно можно говорить, что игры могут применяться и во благо. Ни для кого не секрет, что компьютерные игры могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Как и во всем остальном, нужно знать меру, использовать их с умом и не упускать из виду важность баланса между играми и другими аспектами жизни. Кристина Текина, Анастасия Лобова, Универновости. Студенты Казанского федерального университета могут принять участие в качестве волонтеров в мультиспортивном турнире Всемирной игры дружбы. Подробную информацию о работе волонтеров можно получить по телефону 8-919-804-56-87. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok